Что делать, если дети никак не поделят игровую территорию? О нет, нужно срочно приниматься за строительство. Пусть у каждого из малышей будет свой собственный домик. Лили и Джейн принимают вызов. Начнем, подруга, и нам срочно нужна площадка для строительства. Как насчет зеленой лужайки? И комната сразу заиграла яркими красками. Здесь стало так уютно. Но почему на синем небе так безоблачно? Сейчас исправим Лили. Пушистые облака можно вырезать из бумаги. Крепим их к стене. Ну вот, совсем другое дело. Теперь это настоящая страна чудес. Пора приступать к самому главному. Инструменты уже на месте. Домик должен быть самым оригинальным крепостью рыцаря. О нет, пусть домик будет дворцом принцесс. Милым и очаровательным. Решено, каждый занимается своим проектом. За работу! И у Джейн уже готов строительный план. Каркас домика будет из дерева. Расставляем доски по периметру будущего дома. Пусть он будет просторным. Это же дворец. По углам соединяем доски металлическим уголком. Справится даже ребенок. Пора уже воздвигать стены. Джейн работает, не покладая рук. Впереди еще так много дел. И, конечно, не обойтись без крыши. Мы же не хотим, чтобы детские игры испортил внезапный дождик. Деревянный каркас для будущего дворца готов. Джейн справилась с задачей. А Лили выбрала другой строительный материал. Пеноплекс. Берем один большой лист и разрезаем его на четыре части. А строить домик будем вот из таких блоков. Но это как-то скучно, правда? Значит, импровизируем. Нарежем из пеноплекса побольше кружочков. И приклеим их к строительным блокам. Один в один детский конструктор. Осталось только раскрасить стройматериалы. Больше, больше ярких цветов. Строить домик из лего – одно удовольствие. Особенно для ребенка. А вот и маленький помощник Макс. Вместе работать гораздо веселее. И в этом доме не будет ни единого гвоздя. Мы просто склеим блоки. Задача для настоящего мужчины. Стены почти готовы. Скоро на лужайке будет красоваться произведение строительного искусства. Что в доме самое главное? Конечно, стены. Без верной помощницы тут не обойтись. Валерий, ты очень вовремя. Помогай. Берем пластиковые панели и прикручиваем их к каркасу. Работаем быстро и слаженно. Девочки не привыкли сидеть на месте. Дворец маленькой принцессы получился что надо. Просто, но со вкусом. Вот только крыша выбивается из композиции. Что бы такого придумать? У юного гения всегда найдется полезная идея. Конечно, картонная черепица. Крепим ее к крыше для опытных строителей. Это пара пустяков. Но отдыхать еще рано. Крыша дворца должна быть розовой. Это главное правило всех принцесс. Значит, придется ненадолго стать художницами. Мы молодцы. Мы молодцы. Настоящая команда. Но душа принцессы требует большего. А интерьер дворца? Желание ребенка закон. Приступаем к оформлению домика. Выбираем обои. Отрезаем по высоте стен. И приклеиваем. Вау, домик теперь не узнать. Крепости из конструктора тоже будет красиво. У Лили уже есть пара идей. И, пожалуй, мы обойдемся без обоев. Используем цветную пленку с изображениями лего. Нужно только отрезать все лишнее. Этот яркий декор как раз в стиле домика. Осталось только закрепить пленку на пенопластовых стенах. Ура, мы это сделали. Такую крепость не откажется защищать ни один лего-рыцарь. А принцессы выбирают более элегантный декор. Цветы, например. Дверь украсим венком. А на подоконник поставим целый цветочный вазон. И пусть розовые шторки сделают интерьер уютнее. Развесим их на окне и двери. Готово. А что у нас с мебелью? Этот столик будет как нельзя кстати. А где же еще принцесса будет устраивать чаепитие? Стены можно украсить яркими барби-постерами. Розового много не бывает. По главной стене развешиваем гирлянды. И заносим остальную мебель. Дворец теперь сверкает. Уже можно звать в гости друзей? Терпение. Пусть домик станет еще красивее. Декорируем наружные стены сладкими аппликациями. Ах да, у нас же есть флажки. Развесим их на крыше. Теперь дворец. Видно издалека. Задача выполнена. А вот декор крепости еще не закончен. И впереди сложная задача. Красим большие пластиковые банки в желтый. И рисуем на них лица. Полное сходство с человечками лего. Но это не просто декор, а практичный декор. Здесь мы будем хранить всю коллекцию конструктора. А каким будет интерьер этой крепости? Начнем с постеров. Пираты, чувствуйте себя как дома. Работаем дальше, напарник. В домике должны быть стол и стул. И, конечно, запасы конструктора. А стеллаж можно сделать из блоков. Поставим его в углу. Ох, это была задача не из легких. Домик уже готов. Но можно сделать еще кое-что. Дай-ка свои очки. Сейчас мы над ними немного поколдуем. Приклеиваем детальки конструктора к очкам. Не стесняемся. Проявляем всю свою фантазию. Смотри, что получилось. Тебе нравится? О, да. От такого аксессуара не откажется ни один фанат лего. Все скорее сюда. Во дворце принцессы распродажа сладостей. Тут целый сладкий пир. Налетай. Кто-то сказал сладости. Уже иду. Настоящий рыцарь всегда отыщет вкусняшки. Ох, сколько же тут всего. Но начнем, пожалуй, с конфет. Сладкая бизнес-идея уже приносит первую прибыль. А что из развлечений есть в крепости? Конечно, конструктор. Нет предела фантазии. Когда под рукой есть детальки, можно построить все, что угодно. А вот и первые гости. Привет. У меня срочное дело. Нужна подставка под телефон, чтобы было удобно смотреть любимый канал. Для юного инженера нет преград. Приступим. Это сюда. А ту детальку закрепим здесь. Подставка на колесиках, как оригинально. Пора тестировать изобретение. Ставим телефон на платформу. И фиксируем щупальцами-держателями, как удобно. Ну что, смотрим? А во дворце сегодня принимают гостей. Скорее заходи. Вау, в этом домике правит розовый. Сразу видно, декором занималась настоящая принцесса. И первое развлечение в списке – рисование. В домике целая коллекция фломастеров. Выбирай любой. А может, теперь поиграем в куклы? О нет, даже не проси. Рыцари такой ерундой не занимаются. Тогда запустим миллион пузырей. А вот это уже интереснее. Лови. Свои убежища нужно иногда покидать. Может, поиграем на лужайке? Хорошая идея. Только прихватим с собой пару интересных игр. Построим башню и начинаем. В дженгу можно играть бесконечно. Ну или до тех пор, пока башня не обрушится. Лужайки во дворе принято играть в мяч. И у нас он самый большой в мире. Это так весело. Все ясно? Детишки разбушевались. С этим надо что-то делать. Малыши, стоп. Сейчас мы устроим пикник. И идти никуда не придется. Отдыхать будем прямо на лужайке. Располагайтесь, детишки. Кто хочет чаю? Ммм, как вкусно. А сладкоежки ни за что не откажутся от пирожных строительства. Игры, пикник. Все это так утомляет. Пора спать. Ну наконец-то тишина и покой. Отличная работа, подруга. А какой домик тебе понравился больше? Замок принцессы или Лего-крепость? Расскажи в комментариях. Понравилась наша строительная инструкция? Тогда скорее ставь лайк этому видео. Подписывайся и жми на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше забавных идей на канале Трум Трум Вау.